Привет! В общем, у нас подошёл к очереди медик, и за медика пора бы разобраться нам. Заодно узнать у про-игроков мнение их. Чё вообще? Как? Кого? Почему? Какой толпу кушек-то? С чем играть? Короче, сегодня мы постараемся в этом разобраться. Устроитесь по удобнее, приятного просмотра. Поехали. Давайте так же лайки заряжаем, пожалуйста. Очень хорошо, очень хорошо надо сделать. Верю вас. Начинаем, знаешь мы с чего, Миша? Пайфун F12. Причём с модом не на урон, а интересную сборочку я увидел у игроков Рэма. Ну, я думаю, вот отсюда ваншот будет. Смотри. Нет ваншота, уже отсюда. Офигенно. Не, ну слушай, он очень быстро выплёвывает. Два. В целом, в принципе, я думаю, можно и не тестировать его дальше. Ой, карта какая хорошая, сразу с нулевой. Ну, в целом, здесь медикам можно нормально наваливать в штаны. Сын воровки. А песня какая, знаешь, есть? Не воровка! Не! Много другого она раньше не знала. Не воровка! Есть один. Двое место. Просто обдаун, обдаун, обдаун. Четыре рыло, обдаун. Это двойка. Не, ну сейчас было очень плохо. Мне кажется, с Калашникова, а это прямой конкурент, и с него можно было бы вообще накидать мужикам жёстко. О, нихера, пик был! Я чё, с кого как херё, просто. И, погнали. Чё, у меня с Максимового не перестрелял. Так, а чё там за рукоятка-то на него ставят? Сила отдачи, скорость смены, вот это надо ставить. Сидели! Ну, Малик мой просто главнейший врагом сидели. Да какого хр... На нахер просто. Я сейчас как вверх жёстко уничтожил мужиков с невероятного дробовика. Не, ну параша-дробаша. Я уже чувствую это так. Очень лютое. Найс! А это всё благодаря тайфуну F12. Параша. Есть приписка тайфуна F12 кастом, а есть тайфуна F12 параша. Тайфун как будто ожидаемо параша. Ну, блин, ну, как стандартный дробовик, в принципе, сомнительно, но окей. Сейчас, если что, в описании пушки намного лучше. Переходите в описании, забирайте себе комплект пушек на всех классах. И скинов. Новички, если что, по этой же ссылке могут зарегаться, а те, кто заходили больше месяца, могут забрать и всё то же самое. Так что переходите и пользуйтесь. И вам не придётся играть с дефолт-пушками, которые, ну, прям... Сомнительные. Вот отсюда будет ваншот 100%. Вообще даже не обсуждалось. Вот отсюда, я даже думаю, ещё будет ваншот. О, нифига! Слушай, я удивлён. Он приятно удивлён. Давай вот теперь вот эта линия. Да, тут уже 200. Капец, а как ты два шага назад сделал? А у меня пол-хп, пол-брони, понял? Не два шага, вот тут я до этого сидел. Вот сейчас вот тут, вот тут, вот тут сяду. Ну-ка. Отсюда ваншот. Ну, короче, вот отсюда уже не шот. Отсюда ваншот у калашников. Вот двух шот откуда проверим, давай. Если отсюда двух шот, то пушка имба. Поехали. Нет. Пушка не имба. А вот отсюда, по идее, будет двух шот тоже. Ну да. В принципе, всё читаемо максимально. Поехали, запомнили. Тут двух шот, вот тут ваншот, вот тут три шот уже. То есть вот тут двух шот ещё гарантированный. Вот сейчас затещу. На, ваншот. Всё хорошо. Медику в упор ваншот дал просто с калаша вообще без шансов. И этому тоже сейчас дал ваншот. Но я не знаю, этот, возможно, код снайбл. Мне сейчас с разворота дали ваншот с браунинга, а я дал не ваншот. У меня краса руки, венгецил. Что? Ну вот как, как это работает? Почему он так резко залез и ещё и резко стрельнул вниз? Я не знаю, мне не везёт вообще. Ну вот сейчас ваншот просто уверенный чел дал. Нормально. Он уже в упоре. Нихера, сейчас двадцать шот он просто. Калашников сейчас, ну вы видели, сильно бодрее, чем Тайфун. Но в упорах бывают такие моменты. Не подводят, подводят точнее. Чё, плавненько переходим к помповым дробовикам. И давай, наверное, возьмём Гарибальдик. Гарибальдик, а потом Максим. Так, ну тут я думаю, вот смотри, вот Калашников отсюда ваншотит. Правильно? Ну Гарик отсюда тоже вот. Нет. Что? Калашников отсюда даёт ваншот, Гарик даёт не ваншот? Офигеть! Спрашивается тогда, зачем играть с Гарибальди вообще, если можно играть с Калашникова? Ну это стрёмно. Ну двушот давай проверим. У него раньше двушот километровый был, а тут двушот нет? А, он ещё не двушотит, а на этом, на закрытом тесте он двушотил с такого расстояния. Что могу сказать? Гарик вообще параша. Можно вообще больше его не брать никогда. Карта, конечно, интересная, но ланша. Ладно, раньше с этой штукой можно было прям нагибать. Сейчас вот просто меня сейчас помогли уволить. Просто я дал не ваншот в упор, челу, чтоб ты понимал. Гарик в действии. Сейчас я штурмовика ваншотнул, но по одной только причине. Что у них нет инженеров, а я знаю, что этого штурмовика уже убивали наверху и его резнули. Он просит только хп был. Ох! Ну сейчас что-то, я не знаю, просто бомба не стоит. Все что-то пикают в открытую. Чё по кайфу вообще происходит? Нормально. Сейчас кое-как я его заковырял, если честно. Прям кое-как. Нихера! Чё я ему сделал сейчас? Два. Ну, говно! Слово, пожалуйста, покажите. Вот сейчас это. Два шота, прицел на нем. Ошибка. Я в упоре чела услышал, он, видимо, подбежал и резко отпрыгнул назад. Ну, слушай, фраг в итоге отдал полезный. Браунг меня сейчас в упор не шел тут. Ну да, тут я на чё рассчитывал, без брони выходя. Рукав медик. Гарик вообще прям. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Да, что-то там как-то где-то убивает, но в важных моментах она прям... Максим. Посмотрим, на что он способен и как он сможет меня удивить. Да, вообще неудивительно, конечно. Я даже думаю, вот отсюда ваншот будет. А, что? Сильно меньше крест. Ну, отсюда двушет такой же, как у Калашникова. Хорошо, а дистанция ваншот вот отсюда будет? Смотри, отсюда тоже не ваншотит. Может быть, дистанция двух шота тут сильно больше у Максимова. Давай посмотрим. Да. Ну, короче, пока что для меня, вот из всех, что мы протестили пушки, Калашников лучше всех. О, вот здесь вот сейчас реализую. Вторая пушечка, вторая карта. Все должно быть в ажуре. А! Ну, сейчас ваншоты очень сочные заехали. С Гаррика я бы хер так, наверное, ваншотнул, типов. Галлик, респай, вверх зеленый. Найс, респа, ласт. Респа, респа. Слева дела. Найс. Умом. Что делали? На нашем вверху. Давай, выходи. Ван. Ха-ха. А еще ведь дал знать мне специально, что... Вот сейчас выхожу, смотри. Чик. Ха-ха. Нихера ваншот. Вот тебе, пожалуйста, Макс седьмой, до свидания. В кустах лежит. Ха-ха-ха. Он Степа, я тебе клянусь. Ну, что могу сказать? Ну, ваншоты тут сильно бодрее, чем у Гарри Бальди. Прям сильно бодрее. Гарик прям, ну, вообще... Но, опять же, я не скажу, что Макс седьмой сильно лучше, чем Калашников. Вот вообще не могу сказать. Калашникова я чувствовал себя примерно так же, но только чуть увереннее. Ну, за счет того, что мне можно много вот так вот проспамить. И много ошибок, простит он мне. Ча-па-три-па-триет. Я думаю, что вот отсюда уже будет ваншот даже. Вообще не удивлен. А вот отсюда уже не будет, скорее всего. Ваншот. Отсюда уже нет ваншота. Окей. То есть ваншот примерно вот отсюда будет. Ну, вот отсюда будет ваншот. Ну, понятное дело. Так, двушот. Проверяем. Двушот, как у Калаша, будет? Двушот, как у Калаша. А это уже сразу резко все меняет. Сразу двигает, получается, Калашников автоматически, потому что ты можешь с этой штуки проспамить очень жестко. Отсюда даже три шота нет, прикинь. А я подвинулся вот на столечко всего лишь. Отсюда даже три шота не было. Короче, вот это максимальная дистанция для Чапы. Вот это. Прям максимальная. Все, дальше уже нет смысла стрелять. Куда делся, Мерик? Хочешь поживить? Я живу максимум. Вот так вот. Ча-па-три-па-триет, мужики. Как вам? Вот она, рыба мечты. Ну, мы сейчас вдвоем просто разыграли раунд. Вот так вот. Ча-па-три-па-триет действует просто. Очень жестко. Очень. Ну, они и кодственные были, я это объективно понимаю. Но сам факт, что такие клатчи можно с нее разыгрывать, это факт. Это очень приятный факт. Наверное, первый, первый, первый. Показывал один раз. Да, блядь, он мне дал в антаб. Еще нет у тебя. Хорошо. Как же у меня штрафанул просто за мою ошибку. Медика убил. А вот сейчас, я сейчас пойду и просто на единицы... А, нет, двоечку, двоечку. Вот сейчас двоечку точно чувствую. Чувствую, сейчас двоечку через колонну захожу, просто разваливаю всех. На мусорке сидим. Сняй. Ахмед, братишка. Сняй. Где я? Найс. Хорошо. Игра будет поставлена на паузу. Не будет поставлена на паузу. А, Миша, ты куда делся, брат? Вылетел. Эй. А я, блин, я что-то очень поздно сообразил. Пока что, пока что. Мои предварительные данные. Чапа, три патрета. Вот сейчас, в данный момент, для меня лучше, чем все вот это остальное было. Во-первых, ты можешь три патрона быстро выплюнуть. Быстро перезарядиться. И очень убойные они. Типа, в упоре можно позволить себе стрелять с бедра. На средней дистанции стрелять в прицели всегда. Будет тебе счастье с Чапой. Просто, ну вот мы играем против алмазов. Алмазы, 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 платины, платины, алмазы. Мастеры даже были. Ну, короче, да, веселуха. Ну что ж, последнее наше оружие. Я не знаю, король это до сих пор или не король. Но мне вот реально, я последние дни наиграл очень много с Чапой и очень мало с Браунингом. Типа, Чапа мне казалась сильнее, чем Браунинг. Вот отсюда у нас Чапа ваншотила. Ну, Браунинг, я думаю, отсюда без шансов. Вот отсюда сейчас посмотрим, Калашников ваншотил. Думаю, отсюда с Браунинга будет ваншот все-таки. Отсюда есть ваншот, отсюда будет ваншот. Вот сейчас я встал на дистанцию двушота Калашникова. Сейчас посмотрим. И Чапа, где уже через раз двушотят. Ну, двушот отсюда есть с Браунинга, понятное дело. Отсюда будет двушот? Ребята, ну тут, по-моему, даже обсуждать дальше нет смысла. Дистанция ваншота, как у всех дробовиков, даже, ну, типа, лучше. Либо как у кого-то. Дистанция двушота, ну, вот дистанция двушота вот отсюда была. С мак седьмого отсюда не двушотил уже. То есть вот отсюда с максимума двушотила, вот отсюда с максимума уже не двушотила. Поехали в катку. По-моему, что, мне-то как будто на медика не поменялось, да? Ну, как будто нет. Еще на момент, когда мы записываем ролик, стоит тут отточнить, что нету панзера в игре. А панзер, он, ну, конкурентоспособен. Ну, про него отдельный ролик просто будет, и там я уже буду сравнивать его с топ-1. Ой, карта медиков. Сейчас как, затищу браунинг? Ну, если я сейчас из-за этого вахну, то значит, точно, безоговорочно, этот дробовик топ-1. Право есть. У тебя арка вышла. Я отошел, блядь. Он вообще в арку ушел. Наш верх. Браунинг. Все еще могет. Сиг саурован, тамщики тоже хорошие заехали в этом ролике. Прям очень, очень бодренькие. По мне есть инфа, что я наверху. Микеланджело, блядь, удаляй. Лучше бы задефал меня, я не знаю, блядь. Я падаю в ресторан. Ну ладно, я убил главное. Главное убил штурмовика. Даже несмотря на то, что авик продал. Так, ну что, я опять вверх полетел. Занимаешь ключевую позицию и все, по идее, раунд выигран. Мех, смог бахнул. Ну с праздником, брат. С праздником. С днем дня. Здорово, мужики. Как дела? Вот и сыграли, да. Ну, что могу сказать, браунинг ощущается так же, как и раньше, как будто. Как будто, ну, чуть-чуть послабее, да. Но в целом, моментами, короче, не ваншотит он с километра. Не нравится мне это. Ну, в целом, хорошо, ладно. Браунинг такой прям, очень бодрый ган. Кто будет следующим образом у меня, лично у меня составлен? Я не знаю, как будет играться панзер, но пока что. Топ-1 браунинг, топ-2 я бы поставил чапу, топ-3 я бы поставил калаш. Ну, почему не Максим, хоть у него и ваншот и дальше. Калаш прощает ошибки, Максим не прощает ошибки. Я составляю топ под пивас. А мнение прошликов вы можете послушать сейчас. Салам, Коси. Топ-3 пушки за меда. Браунинг, Максим и вот это новое, когда ее ведут, новое будет. Но так как ее пока не ввели, чап от третья. Ну, браунинг 100% ваншот, огромный прицел от бедра, сложности, никого нет, убить браунинга. Но на средней и дальней дистанции уже вообще мусор. Максим не убивает зачастую в упоре в таких вот прям важных моментах. То есть, чап так, там, ваншотит. Но вот таких прям, иногда бывают такие прям важные-важные моменты, где он может найти там 70 денег. Ну, просто какой-то не в тему такой прям момент может это быть. И это может сыграть важную роль. При стройке один в один браунинг просто перестреляет Максим. Но если там тебе ангарчик поиграть, мясорубку, Максим поинтереснее, так патронов просто больше. И играть как-то поинтереснее, легенда пушка. Ну и чапа, гораздо меньше ваншотов, чем и у Максим, и у браунинга. Но там есть три патрона, и они довольно быстро выстреливаются. Поэтому тоже, просто как вариант по приколу поиграть. Я вообще не фанат таких пушек, вот и все. Вообще, очень хотел, чтобы Максим был метой. Ненавижу браунинг, фу. Топ-3 пушки на меда лично для меня это браунинг, Максим и панзер. На первое место поставлю браунинг. Оружие хоть и подфиксили, но оно все так же сильно убивает на средней и ближней дистанции. На второе место поставлю Максим. Приятный ганн, с него нужно очень хорошо попадать в тело, иначе не будет ваншота. На третье место поставлю панзер. Этот ганн имеет флешку, но и убивает на средней станции очень хорошо. В общем, насчет меты на медика. Безоговорочно топ-1 пушка это браунинг. 2 500 дэмэджа плюс стабильный ваншот. Хорошая дальность, я не знаю, может быть его как-то скритапали. Но пушка в нынешней мете вписывается просто идеально. Вторую пушку я бы поставил бы, наверное, Чапу. Либо Ускон этот новый, который достаточно сильная пушка. Огромная дальность, кучность. Чтобы убивать через всю карту, там с 2-3 поля это пушка идеально, в принципе. Но нам нужны как бы солокилы, поэтому браунинг все так же ставится топ-1. И третья, не знаю, я бы Максим, наверное, какой-нибудь оставил. Просто побаловаться, потому что браунинг все же топ-1. Стабильная пушка, которая должна убивать в упорах. Плюс нет гранат, ты постоянно играешь в упорах. Браунинг топ-1.